всем привет добро пожаловать в новый влог это будет отпускной влог из нашей поездки и давайте вместе собираться больше всего я не люблю собираться в теплую зиму потому что по прогнозу может быть 14 но по факту может быть дождь ветер и ты замерзнешь и в прошлом году в испании зимой тоже в феврале я постоянно настолько мерзла что я надевала на себя и свои вещи и мамины и ходила закатала с вами поэтому в этот раз я как-то постаралась больше продумать свой гардероб но при желании его можно было бы и ограничить это не про меня я тут вам не специалист в том как минимально брать с собой что-то в отпуск длинное пальто шерстяное черное я надену на себя в кои-то веки я полечу в спортивном костюме в основном кстати я летаю в каких-то типа костюмах casual но знаете спортивный костюм это очень тепло и практично и удобно если мне будет совсем холодно дома то тоже буду надевать его по прогнозу также должно быть и 19 градусов поэтому беру с собой легкое пальто но с шерстью но без подкладки и не займет у меня много места две кепки светлую и вилетовую черную для разнообразия несколько очков на очень сильно надеюсь на солнце пол нашей поездки должно быть солнце и это больше для фотографий я должна вам признаться такие блогерские заморочки пояс который будет подходить ко всему это манго с которого нужно посрезать этикетки прошлая осенне-зимняя коллекция и это кожа манго премиум что такое и универсальная черная лаконичная сумка копенгаген декаданс или декаданс копенгаген в прошлом сезоне это все покупала здесь у меня уже сложено белье и это моя теплая байковая пижама секси пижамки остаются дома в таких местах зачастую зимой нет отопления и на сицилии я мерзла и много где мерзла ночью поэтому беру с собой самую теплую байковую которая у меня есть особую я до сих пор не определилась потому что с одной стороны самое удобное что может быть это кеды у вея или кроссовки new balance скорее всего я поеду в этих бежевых вот эти возьму с собой и а может ограничусь одной парой не знаю но так как у меня большой чемодан почему себя тут это терзать берешь все что хочешь и вперед и вот эти лоферы они очень классные они супер стильные я покупала их осенью мне они очень нравятся но 38 размер изначально был свободным они чуть-чуть растянулись они шлепают я подумала что они мне подойдут к нарядам это раз а во вторых если сюда класть шерстяную стельку из овчины то они перестают шлепать и возможно это единственный вариант как я смогу их обувать мы сейчас буквально на чемоданах ждем домика он поехал отвезти юкасю в отель для собак это только так называется но на самом деле это частный дом в котором женщина принимает знакомых собак или собак знакомых и они живут прямо в доме это наше доверенное лицо с которым мы оставляли и мику и юки хотя юки мы не так часто оставляем на самом деле и вообще в последнее время было мало поездок потом там окетится его мамой мы летим в этот раз с ней и куда же мы собственно говоря едем я очень-очень хотела побывать в этом регионе италии и мы летим всего на пять дней наверное я что-то немножко потерялась наверно 54 ну как то так в общем у нас детские каникулы и нам нужно вернуться до того времени как у мальчика будет лыжный лагерь поэтому на больше не не получаются такие перелеты и мы летим в неаполь с детьми понятное дело с мамой томика но мы вдвоем я не просто хотела побывать в неаполе мне интересно было бы посетить капри амальфи вот это все побережье я не знаю насколько нам хватит времени но я очень-очень рада потому что мы обсуждали это давно и как-то нам было не по пути и в основном мы ездим в италию летом и там очень много туристов и детьми нам говорили что там не супер удобно и там еще очень-очень дорого и мы так посмотрели погоду где-то за месяц может даже за полтора было окей мы купили билеты и сейчас что два дня 14 градусов и остальное там около 19 в любом случае я готова рассматривать все впитывает вот эту красоту архитектуру пробовать вкусную еду я обожаю италию я огромная поклонница италии и я готова встретиться с ней в любую погоду я еще видите кофе даже не успела выпить а у меня настроение такое мне кажется даже давление потому что я предвкушение томок арендовал жилье и я не знаю какое также он арендовал машину он у нас он часами сидит все пролистывает а потом мы вместе как бы утверждаем туда или да а иногда вот он мне показывает несколько вариантов говорю сделай мне сюрприз вот ему собственно говоря так и ездим ищем нашу машину мы приземлились ух ты какая у нас машина это сядку про внутри тоже очень ничего то ой слушайте такой аромат приятный логотип светится когда дверь открыть поехали уже заселились здесь такое все в цветах амальфи очень симпатично к сожалению сегодня идет дождь и уже как видите темно и потом вам покажу огромная терраса и там тоже обеденный стол кресло качалка но это следующий раз все так подобрано и мы решили заказать такое знаете среднее жилье не что-то типа супер вау но оно очень большое томок искал через booking 3 отдельных комнаты все они приблизительно одинаковые и 3 отдельных санузла нам выпала розовая потому что остальные позанимали ввести телевизор кстати нет одеяла вот я была права я так и знала только включили обогревание и вот такие пледики должны нам что-то принести есть все необходимое даже стиральная машина и гладильная доска и фен в общем я довольна все хорошо идем искать магазин он где-то должен быть рядом и так же ресторан поужинать наша первая остановка это соренто вчера был чертовски сильный дождь вообще ливень такой настоящий мы никуда не ездили только в ресторане побыли и все и сегодня вроде как погода чуть получше но я была права и как же я рада что я взяла теплые вещи идем гулять в целом не очень холодно но просто дождь и немножко ветрено мы поселились где-то в полутора часах езды от неаполя и ближе всего нам было до соренто поэтому так получилось что мы один раз были там проездом и потом еще два раза когда плавали на капри я хочу вам сказать что мне понравилось здесь больше всего какой-то самый такой уютный и комфортный городок очень спокойный между прочим те из вас кто много раз бывал здесь или живет в этом регионе тоже писали мне что здесь меньше всего туристов и даже немножко ниже цены мы буквально прогулялись только там на кофе присели и потом уже отправились в неаполь и мы конечно же пробовали всякие вкусности обычно мы заказываем по несколько пирожных и потом делимся отведали неаполитанскую пиццу очень вкусная и в кракове она тоже есть под краковом у нас есть любимые пиццерии но все же нашей главной целью в этот день был неаполь несмотря на дождь и первое место которое мы посетили в неаполе тадам это стадион стадион марадонны и потому что мы родители двух футболистов и конечно же поехали туда короче нам несказанно повезло мы все-таки попали на стадион марадонны хотя за первым разом нас не пустил сюда охранник а потом уже качество исключения не только нам разрешилось найти да и остальным туристам типа давайте две минутки типа я этого не видел и снаружи это стадион достаточно убитый такой как будто он вообще разваливается внутри большой я представляю какие здесь эмоции наконец-то мы уже гуляем в неаполе но я хочу вам сказать что с нами приключилась неприятная история мы застряли на парковке почти на два часа потому что вдруг машине начала показываться там около 10 наверное разных ошибок по электронике что он не видит того не видит того вообще нужен рестарт целой системы чего мы только не пробовали мы пытались связаться также с компанией который в которой мы арендовали машину прямо в аэропорту дозваниваешься какой-то там немецкий офис они мы перезвоним течение часа ну вот так вот мы сидели пытались вызвать такси уже что поехать в аэропорт что просто я мы поехали с детьми и с мамой куда-то ближе к центру ну не знаю у нас постоянно какие-то приключения но это тоже опыт и что вы думаете там и клацал клацал эту кнопку периодически и машина просто-напросто завелась тем временем успокоился дождь уже нормальная погода хотя мы зонтиками уже купили вот эти знаете пленки такие как они называются полярыны по-польски и сейчас отправляемся гулять по неаполю уже скорее всего будет вечерний город нужно следить за детьми и за вещами предупреждали что здесь достаточно часто воруют все сегодня в воскресенье мы оставили машину он ближе к центру и оказались на одной из как мне кажется таких престижных торговых улиц потому что здесь всякие там люксовые бутики воскресенье все закрыто но мы уже идем рассматривать разные достопримечательности они охотятся за вещами вот в дождевиках все и кстати с зонтами и в дождевиках не только мы у меня с собой мой маленький выручил меня но главное что ребятам нравится мы уже купили сувениры футбольную форму и они тут поименно могут назвать каждого но уже убежали дальше девочки я знаю что вы у меня живете в каждом уголке мира ну-ка расскажите мне здесь всегда такие сердца и вот эти украшения или это ко дню святого валентина на который мы тоже здесь попадаем у неаполя такая неоднозначная репутация многие вообще побаиваются сюда ехать потому что этот город считается одним из самых криминальных и я поделюсь с вами своими впечатлениями чуть позже но в целом я могу сказать что мне хотелось бы вернуться сюда в более удачную погоду потому что за целый день прогулок по сильному и не очень дождю у меня до колена промокли ноги иногда мы прятались это лишь кафе нужно было брать с собой еще и перчатки все же зима за окном и я хотела бы еще больше побродить по всем улочкам везде позаглядывать мы ходили не только по туристическим местам это такой город контрастов с одной стороны очень красивая архитектура с другой стороны вот эти вот какие-то местные закоулки разные где иногда грязновато иногда просто так необычно очень много футбольной тематики граффити и очень много бара в каком-то районе я не успела запомнить все названия но там вы можете буквально за несколько евро взять опероль с собой или какой-то другой коктейль весело и туристы тоже были опять же несмотря на то что зима дальше были такие маленькие бутики типа как все хендмейт и это вертеп еще один интересный я покажу вам дальше во влоге это такие миниатюрки так прошел наш первый день прошла вторая ночь здесь и сегодня мне кажется мы отоспались у нас какая-то активная соседка итальянка внизу которая вчера после пяти утра начала наверное передвигать мебель или я не знаю что можно было делать но грохот стоял такой как будто она реально делала перестановку во всей своей квартире сегодня обещает быть солнышко немного пасмурно пока что но мы и едем осуществлять нашу общую мечту потому что не только я хотела там побывать мама томика тоже наслышана она готовилась к поездке все про штудировала мы едем именно на побережье амальфи ну типа мы тоже здесь живем но едем не самые такие популярные места я очень не хотела бы быть разочарована сейчас достаточно мало туристов и погода тоже такая что можно гулять в любое время дня и солнце не жарит я беру вас с собой конечно же и у меня на губах сегодня новинки которые я купила в аэропорту сейчас покажу это набор от кайли косметикс в кои-то веки просто у нас нигде не было тестеров а в аэропорту был только оттенок кайли и я решила взять на пробу держится стойка но карандаш рыжеватые а помада такая типа пыльно-розовая вместе смотрится красиво и долго держится покажу вам свой сегодняшний наряд дня кстати я забыла дайсон никак не могу уложить волосы поэтому буду ходить с шишкой с собранными волосами и я надела шерстяной свитер шерстяное пальто свитер tarango с прошлого года пальто mango возможно они еще есть были в разных цветах прошлой коллекции очень его люблю джинсы mango тоже из прошлой коллекции классическая модель черная сумка и черные лоферы но беру на всякий случай свою более удобную обувь если вдруг они мне натрут или что-то пойдет не так и вот теперь я готова идти гулять лимончики ой слушайте мы приехали в такое место дорога просто хочется матекнуться мы пока не знаем как вы едем отсюда вы очень сильно рассчитывать на томашек но мы приехали посмотреть вертеп которые находятся прямо в дереве вчера показывала вам вертепы такие хендмейт это тоже но это прям вот так она и стоит не прикрыто вчера шел дождь очень хочется чтобы это все сохранилось здесь вот разные такие бытовые сценки очень красиво вот здесь видите кормят поросят а тут религиозная тематика иисус родился а вот здесь в воде даже затопленный иисус который находится в лигурии там где мы были летом ну то есть по-настоящему здесь все изображено здесь печется хлеб это все супер миниатюрная и колодец есть все что угодно пипец как узко мало того что не могут разминуться две машины так еще мало где можно развернуться и они сигналят друг другу чтобы не врезаться еще и по серпантину вниз мы тут местном кафе здесь достаточно громко нас пригласили и это домашние пирожные неаполитанские я напишу как они называются и как я могу запомнить утро в италии этот хоммейт лимончелло лимончелло шприц кислое не такое сладкое как из бутылки алкоголя здесь капец 11 часа утра подождите вот это серпантин по которому мы едем и вы знаете мы еще не на месте все что хочется говорить постоянно о боже как красиво это невероятно такая лазурная вода и виды потрясающие господи конечно же моей главной мечтой было посещение именно морского побережья амальфе вы себе не представляете как много сохраненных у меня всяких фотографий картинок из этих мест и было очень красиво сейчас у нас открылся с вами видно капри и вот это лазурная вода такие пастельные домики которые расположены на скалах я еще очень хотела бы присесть в каком-то красивом кафе на террасе чтобы над тобой свисали вот эти лимоны не знаю не кстати декоративные или нет но сейчас очень многое закрыто и мы такую террасу не нашли тем не менее здесь такая красивая природа я себе не представляю как эти места могут поместить такое невероятное количество туристов которые прибывают сюда каждый год гуляем папазитана то что я хочу вам сказать это практически все закрыто прям очень многое много что ремонтируется пока что не видели ни одного открытого ресторана и зелени не так много как летом цветов тоже с дети очень голодны и теперь нужно что-то выдумывать но будет повод вернуться сюда еще летом чтобы увидеть всю красоту и вообще жизнью этого места шоппинг тоже отменяется большинство бутиков выглядят таким образом сколько раз я видела это на разных фотографиях вот именно такой вид весной и летом наверное осенью тоже огромное количество буганвили это такое розовое растение типа дерево которое у нас тоже есть ну что ж друзья мои мы сейчас перекусим с видом на позитана выпьем оперольчик со свекровью томок за рулем поэтому спрайт и поедем дальше тем временем наши дети дома где-то там отдыхают и да ну-то смотрят за детьми они поснимали обувь господи хоть бы не начали сопли ведь у нас еще лыжный лагерь вкусназар поактивничали вы сегодня немножко игнаться игнаш в футбольной форме уже купили и мяч тоже а а извините тоже 2 есть все вчера купили на память конечно же несмотря на то что мне здесь очень очень понравилось я очень сильно хотела бы приехать сюда летом или хотя бы весной или в начале осени многие меня предупреждали знакомые и вы также что лучше этого не делать здесь такой огромный поток туристов большая проблема с парковкой сейчас даже нам не везде удавалось с первого раза со второго и даже с третьего запарковаться и и когда большой трафик машин то и сложнее водить и вот эта парковка и сложно где-то присесть в ресторане я уже не говорю о ценах и если у вас маленькие дети то скорее всего такой отдых тоже для вас не подойдет потому что большое количество ступенек это в каждом месте в котором мы были но если вас это не отпугивает и не смущает то конечно сюда стоит приехать в любое время года потому что атмосфера здесь не передаваемая как собственно говоря во всей италии которую я так нежно люблю я вернусь 5 килограмм больше чем нормально я вообще тебе не заказываю где-то на месте дома десерты но здесь грех было не попробовать лимонный сорбет но мы взяли чуть другую версию это настоящий лимон который наполнен мороженым и между прочим в качестве декорации здесь тоже настоящие лимоны но мужчинки взяли другое мороженое сейчас скажу вам вкусно что это значит Мне кажется, только дома я способна что-то спокойно сказать, не в спешке и в тишине. Томок там работает, дети одеваются, мама тоже собирается, я уже готова выходить. И когда мы собирались ехать сюда, нас очень многие предупреждали, что будьте осторожны. Все-таки Неаполь это самый криминальный город в Италии. Вообще здесь небезопасно. Это не то, чтобы ощущается, мы вообще практически не видели никаких бездомных и не попадали ни в какие ситуации непонятные. Но мы были осторожны. То есть сумка при себе, документы запрятаны, там что-то ценное где-то под верхней одеждой и так далее. Поэтому мы не столкнулись ни с какими неприятностями. Резкая смена плана. Мы не едем в Помпеи, наверное, не успеем. Но зато мы смогли купить билеты на Капри. Так что сейчас плывем на этот остров. Учитывая то, что меня укачивает с поводом и без повода, я надеюсь, я это выдержу. Господи, это были худшие 20 минут в моей жизни. И я чуть не сдохла. Меня правда укачивает. И я говорила, что не надо, едьте сами. Я должна там заранее принять эти таблетки. Сначала их купить. В принципе, как бы нормально. Не доходило я до таких ситуаций, как раньше. Типа, что весь автобус за меня останавливают, как было в детстве. Но я просто осторожна. И я говорила, предупреждала, что это не самая лучшая идея для меня. И как только подплыл катамаран, а не корабль, или как он называется на русском. В общем, знаете, не классический корабль или лодка. Он очень-очень быстрый. Мы таким паромом плыли на Санторини. Но он был раза в 4 больше. И то меня там слегка подкачивало. А тут я увидела, я думаю, все, мне капец. И так оно и было. Я сидела, я не могла не то, что сдвинуться с места. Я свой взгляд никуда не могла сдвинуть. Потому что мне моментально становилось хуже. Дети зеленого цвета, и я тоже. И дальше, короче, я не поплыла. У нас куплены билеты для пятерых людей на лодку поменьше. И там вот со стороны моря можно было посмотреть на капри, по всем этим пещерам поплавать. Час, девочки. Ну и нафиг. И мальчики, я правда купила себе типа локомотив, таблетки. Я дома как-то обхожусь без ник. Потому что дома я не особо где-то там плаваю. И в принципе нормально, если не ехать слишком быстро на поворотах. Здесь мне даже на серпантинах было нормально. Но они поплыли без меня, потому что я испорчу отдых себе, им. И вообще буду просто или торчать в туалете, или висеть за бортом. И это кошмар. Нет, мне еще нужно как-то вернуться. Пишет, пишет. Поэтому я иду гулять за час до поездки обратно. Буду принимать таблетки. Потому что реально это ужасное ощущение. Я думаю, уже не хочу капри, я хочу помпей. Что-то верните меня обратно, отключите, довезите меня как-то вообще без сознания, чтобы это как-то выдержать. Кошмар. В общем, я с водичкой. Пойдем посмотрим, что тут на капри. Иду к центру, поближе. Смотрите, в каждом дворе здесь апельсины или лимоны. Очень много керамики, всяких плиточек. В Испании наблюдали похожие. Но вот знаете, когда куда-то едешь, это прям настолько прикольно. Характерно для этого места. Вот тоже мини-апельсины, или что-то такое, или мини-мандарины. Между прочим, мандарины и апельсины здесь достаточно кислые. Во всяком случае, и те, которые растут здесь зимой. Нам давали попробовать. Тут же, видите, снова табличка. Ступенек здесь реально много. Я не ожидала. Здесь такая прям весна-весна. Можно немножко позаглядывать в дворики. Здесь тоже керамика. Я уже дошла до центра. И сейчас в Италии проходит карнавал. Каждый день, в каждом городке что-то происходит. И вот здесь готовят сцену. Ну и обратите внимание, что художник вручную расписывает декорации. Наверх, между прочим, могли бы и подвезти. Также есть фуникулер. Но я решила не терять время, пока они там катаются на лодке. И поактивничать. Здесь очень много местных магазинов. Но и также есть брендовые типа Prada. Они сейчас закрыты. Но не знаю, то ли потому, что не сезон, то ли потому, что не время дня. Сейчас почитаю. У меня почему-то нет интернета. Керамика здесь, конечно, потрясающая. И мы уже думаем, как бы забрать что-то. Тому какое-то что-то понравилось. Но пока что ничего не надумали. И в том магазине, где ему нравится, нет доставки в Польшу. А некоторые бутики доставляют там курьером, как угодно, все запакуют. Это так по-итальянски. Все это с лимончиками. Мне бы хотелось накрыть такой обед. Гриль на террасе. Со всякими итальянскими блюдами. С такой посудой. На каждый день. Но это не совсем мое. Удивительно, но именно капри нас впечатлило меньше всего. Возможно, потому что сейчас не туристический сезон. И многое не работает. Закрыто. Но как-то даже те же виды из городка Амальфи. Или Поситана. Соренто. Что угодно. Но как-то не знаю. Капри я не прониклась. Возможно, не то время года. Действительно, этот остров оживает вместе с потоком туристов. Также прошу никак не связывать это с тем, что мне было настолько плохо на пароме. Но вообще, если останавливаться надолго, например, на острове, то каждая вылазка в другое место, если остров маленький, становится, ну, такой, достаточно проблематичный. И как раз в этот день на Капри проходил карнавал. И все дети, они все очень многие были переодеты. Они бросались в эти конфетти. Было очень весело. Мини-представление. Все радуются. И интересно было понаблюдать. Карнавал очень громко здесь. На Капри сегодня и все дети бегают с пакетами и бросают на счастье. Вот такое конфетит. Мы оказались в каком-то культовом кафе. Вот это мы уже пробовали. Это одно из самых вкусных, которые попадались мне здесь. Это ромовая бабка или баба. Рум баба называется. Лимонная, вот, с рикоттой. Это что-то еще. Будем делиться. Ромовая бабка очень сильно пропитана. Но это, кстати, еще так себя. Ничего себе, какая подготовка ко дню Святого Валентина. Тома сказал, что он мне подготовил сюрприз. Я буду в это верить. Вот здесь надписи, которые переведу потом. И это еще не все. Ух ты, в этих сердцах еще и сидит медведь. И посмотрите, какое небо. Такое розово-голубое. Ой, нет, ну прикольно. Их здесь так много. Там еще дальше один. Гляньте, вот там сердце светится полностью красно-белым с видом на везуи. Куда мы сегодня не доехали. Ну что ж, мы уже дома. Буду потихоньку заканчивать этот влог. Не забывайте поставить пальчик вверх. И покажу вам несколько сутоку. Красивый, керамический. С надписью Amalfi. Очень хотелось бы сделать гриль, как я вам говорила. Поэтому взяла еще и дорожку с лимонами. Но не классическую. Видите, она типа как из мешковины, из плотного материала. Поэтому хорошо послужит. И красивая, не слишком яркая расцветка. Буду потихоньку заканчивать этот влог. Мы уже в Кракове распаковываем чемоданы. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам сегодня со мной было интересно. И покажу вам небольшие и большие сувениры, которые мы привезли. Во-первых, взяла себе и подружке несколько баночек варенья. Ну, по одной. Это из мандаринов. Причем, видите, по-настоящему мандариновое. Также апельсиновое. Мы скоро увидимся. Как раз ей передам. Очень вкусно с запеченным сыром. Так, мама собирает магнитики. Поэтому ей взяла вот такой красивый керамический с надписью Amalfi. Очень хотелось бы сделать гриль, как я вам говорила. Поэтому взяла еще и дорожку с лимонами. Но не классическую. Видите, она типа как из мешковины, из плотного материала. Поэтому хорошо послужит. И красивая, не слишком яркая расцветка. А это не спрашивайте, почему она стоит на камине. Горшок для цветов. Только что распаковали. Он очень старался все это довести. Запаковали. Чемодан. Хорошо, что я не набрала слишком много своих вещей. И он купил вот такой красивый, вручную расписанный горшок для цветов. Прямоугольная форма. И он у нас будет стоять там, где кухня. У нас как раз большое окно в пол. И каждый день можно будет смотреть и вспоминать об Амальфе. Ну а теперь точно пока-пока. Горшок с цветами я покажу вам позже, потому что мы вернулись в зиму. Увидимся совсем скоро. Пока!